Добрый день, друзья! С вами видеоблог 10 минут о жизни в Канаде. Владимир, у нас на канале мы говорим о жизни в Канаде, о эмиграции в Канаду, о быстрой адаптации в Канаде. Новое видео выходит практически ежедневно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, чтобы всегда быть в курсе свежей информации. Мы также на нашем канале с недавних пор видели платную подписку для всех желающих, кто хочет поддержать наш канал. Есть три уровня подписки. Ссылка на подписку в описании для тех, кто подпишется на максимальный уровень поддержки. Мы будем делать личные консультации по скайпу, вайберу и так далее. Тема этого выпуска – мои первые 10 работ в Канаде. Расскажу о своем трудовом пути, кем я был до переезда в Канаду, кем я работал первое время в Канаде и кем я работаю сейчас. До переезда в Канаду я работал в IT-продажах и в IT-закупках. Примерно 50% времени моя карьера разделилась между закупкой компьютерного оборудования в различных... В основном я работал в больших банках, в государственных и частных. До работы в закупках я работал в продажах IT-оборудования, компьютеры, серверы, программное обеспечение, все, что с этим связано. По образованию я закончил Донецкий национальный университет по специальности математика, но в жизни в математике математикой я не занимался. Как однажды сказал наш декан, что из математика можно сделать кого угодно, а из кого угодно математика не сделаешь. Поэтому я решил воспользоваться его советом и стать кем угодно, а именно продавцом и покупателем компьютерного оборудования. Когда я переехал в Канаду, понятно, первый же вопрос был стал, кем я буду работать, где я буду зарабатывать деньги на содержание семьи. Первая моя самая работа была survival job. Я работал, прикручивал шторы, инсталлировал шторы, карнизы и все, всякое такое. Работодателем была моя подруга, которая нам очень сильно помогала первое время в Канаде. У нее есть своя компания. Я там просто работал инсталлером и немножко помогал ей там сойти. Примерно через два месяца активных поисков, когда я был сосредоточен на поиске официальной работы, мне удалось найти первую работу, связанную с продажами IT-оборудования, компьютеров, принтеров и всякой такой фигни. Работу я нашел на выставке вакансий, ярмарке вакансий. Это достаточно распространенная штука в Канаде, когда приходят работодатели в одно место большое. И соискатели ходят, раздают резюме, общаются с работодателями и таким образом находят себе работу. Они очень регулярно проходят в больших городах, в Торонто в частности. Я нашел свою первую вакансию прямо на самой-самой центральной ярмарке вакансий в Торонто. Чем они хороши, эти ярмарки, то, что очень часто там попадаются работодатели, которые сконцентрированы на поиске ньюкамеров, то есть тех людей, которые только переехали в Канаду. Там достаточно заниженные требования к языку, к опыту и вообще. Поэтому крайне рекомендую всем, кто ищет первую официальную работу, походить по таким ярмаркам вакансий, подготовить свое резюме и там уже искать работу. Вот я прошел там первое собеседование со своим первым непосредственным начальником, потом еще в офис к ним съездил, еще раз пообщался. Вот и меня взяли. То есть весь процесс занял буквально три дня. Вот выхожу я в понедельник на работу, счастливый и радостный. Две недели нас обещали учить. Потом уже как бы в поле общаться с клиентами и так далее. Вот вообще первая работа, связанная с продажами, она достаточно легко находится в Канаде. Не важно, что вы будете продавать. Будь то IT-оборудование, будь то какие-то услуги, сервисы, все что угодно. Интернет. То есть продажа, работа в продаже характеризуется большой текучкой кадров. То есть люди часто не задерживаются на одном месте, либо не справляются, либо находят что-то лучшее, переходят на другие позиции. Вот поэтому всегда есть вакансии, всегда востребованы специалисты. Вот и если вы работали в продажах ранее, в Украине, там, в Европе, то это нормальная трансферабл профессия, которая вам позволит содержать семью в Канаде. Вот все, что нужно, это на самом деле подучить английский, для того, чтобы можно было пройти собеседование и общаться с покупателями. Так вот, вышел я на работу, и две недели должны были учить удаленно. Тренер был в Америке, у нас было 10 человек новичков. Вот, и на второй неделе, в середине второй недели случилось непредвиденное компанию нашу, купили конкуренты из Америки, и в один день уволили там около 60 человек, кто был в офисе. Все новички, понятно, попали под это дело. И, в общем, мой первый трудовой опыт оказался очень краткосрочным. Вот, опять я вернулся крутить шторы, опять началось что-то искать, опять в продажах. Продолжал искать в закупках, но с меньшим энтузиазмом. Вот, потому что работа в закупках, в логистике, здесь связана с большими нюансами, связанными с местными реалиями. В идеале надо подучиться, пройти, получить местное образование, чтобы работать в логистике здесь. В продажах этого делать не нужно. То есть, этого все очень натурально происходит здесь. Точно так же, как в любой другой стране. Опять нашел работу в продажах. Продавал системы видеонаблюдения для офисов и для малых бизнесов. Компания называлась ADT. Это одна из крупнейших секьюрных компаний вообще в мире, в Америке огромная она. И ходил буквально door-to-door, это называется, заходил в офис и предлагал наши сервисы. То есть, это достаточно тяжелый труд с моральной точки зрения, то есть, общаться с незнакомыми людьми, но очень сильно развивает английский, развивает ваш уровень общения, уверенность в себе. То есть, всем, кто хочет такой испытать экстрим, обращайтесь door-to-door продажи. Три месяца там поработал, три месяца они платили зарплату и процент с продаж. А потом, после трех месяцев сказали, ну все, вы теперь все умеете делать, и теперь ваше только то, что вы заработаете комиссионно. То есть, не будет фиксированной ставки. Обычно в любых продажах есть два уровня оплаты. Это фиксированная ставка, обычно она достаточно маленькая, где-то в районе 30 до 40 тысяч долларов на начальных позициях, 40 тысяч в год. И потом процент с продаж. Вот, и у меня просто убрали эту ставку, вот теперь к продаже все, что продал, то твое. Содержать семью на продаже, которых было недостаточное количество, было сложно. Поэтому я начал активно искать другую работу. Вот, и нашел работу, связанную с закупками, именно контракт менеджмент, согласование контрактов. Большая консалтинговая фирма, всемирно известная. И там была работа по контракту. Вот, контракт окончился, и я понял, что это не мое. Это очень было на тот момент тяжело, скучно, не так много денег, как хотелось. В общем, полгода проработал и начал подыскивать что-то еще. Опять вернулся в продажи и нашел работу в компании «Роджерс». Тоже, кстати, на ярмарке «Вакансий». И предыдущий вы идите тоже на ярмарке «Вакансий». Ярмарки «Вакансий» отлично работают. И я работал в компании «Роджерс». Это один из крупнейших телекоммуникационных операторов в Канаде. Я продавал оптический интернет, услуги дата-центров. То есть, не такие серьезные контракты на интернет для компаний. Стоимость интернета в месяц начиналась от 1000 долларов примерно на компанию. Три года я там проработал. Причем я устроился туда вместе с Ольгой. Мы работали в одном отделе. Около двух лет она перешла потом дальше в «Проджект Менеджер». Стала «Проджект Менеджером». То, на что она училась в колледже здесь, в Канаде. Я продолжал работать в Канаде, вернее, в продажах. И три года я отработал в «Роджерсе». И, в принципе, это достаточно неплохая была позиция. И зарплата, и комиссионные. Моя должность называлась «Аккаунт Менеджер». Или ее можно назвать «Бизнес Аккаунт Менеджер». Это достаточно начального уровня позиция, в которой всегда есть потребность любой телекоммуникационной компании в Канаде. Будь то «Белл», «Роджерс», «Телус», еще куча мелких фирм. «Бизнес Аккаунт Менеджер». Зарплата примерно 40 на начальных этапах. Чуть побольше, подальше 60 тысяч в год плюс комиссии. Сейчас, кстати, наверное, уже уровень зарплат начальных поднялся, потому что инфляция тоже, и зарплаты подросли. Я рассказываю то, что было на тот момент. Потом я перешел в компанию тоже телекоммуникационную, связанную с продажем облачных колл-центров и прочих таких облачных телефонных услуг. Там уже получал 60% или даже 80%. В общем, как-то со временем забывается. Опять продолжил карьеру в продажах. И потом, спустя пару лет, перешел в компанию «Рика», которая занимается продажами копировальной техники. Но я там продавал не технику, а всякие услуги, связанные с IT, IT-сервисами. А потом наступил COVID, несколько волн сокращений, все такое. То есть увольняют в Канаде достаточно быстро. На начальных этапах COVID пришлось что-то поискать, поныкаться. Потом опять вернулся в продажи интернета. Но продавал уже для глобального поставщика интернета, который продает по всему миру. Компания Cogent. Это один из первых операторов интернета в мире, которые основали еще интернетом на заре. Вообще IT-технологии 30 лет назад. В общем, и там я продавал интернетом в Австралию, в Южную Америку, в Европу для больших телекоммуникационных компаний. Зарплата была в районе 80% плюс процент. И фактически 6 последних лет в Канаде, с самого своего старта, я работал в продаже. И с одной стороны это хорошо, потому что позволяет нормально зарабатывать, а с другой стороны очень эмоционально сложно. В свое время поэтому я ушел из продаж и закупки еще в Украине. Потому что сложно постоянно быть в напряжении. Выполнил ты план продаж, не выполнил план продаж, продал, не продал. Клиенты тоже разные попадаются. В общем, я решил опять уйти из закупок, вернее, из продаж и перейти в немножко другую сферу, связанную с пресейлом. То есть это техническая экспертиза при продаже любого оборудования, программного обеспечения, сервиса, когда не ты продаешь, а ты помогаешь людям продавать. И ты product owner. То есть у тебя есть определенные продукты, которыми ты заведуешь, ты общаешься с поставщиками, с вендорами. То есть должность называется vendor manager. Сейчас я работаю vendor manager по продаже cyber security. Это всякие антивирусы, программное обеспечение, связанное с IT-безопасностью. Вот, причем офис моей компании центральной находится в Америке. И весь бизнес происходит в Америке. Работаю полностью удаленно последние два года в офисе. Не был, был один раз за два года в офисе. Вот, и в принципе, вот, это меня полностью устраивает. Вот, работа в продажах сейчас, она фактически у всех. В Канаде люди, которые не общаются вот вживую с заказчиками, а продают для бизнесов, они, то есть не розница, а именно B2B бизнес, они все, фактически, все работают удаленно. Вот, в Коид так очень сильно повлиял на эту сферу. Коид повлиял, кстати, на количество вакансий в области продаж. Тоже огромное количество нехватки хороших специалистов. Вот, многие канадцы, кстати, стали работать удаленно на американские компании, стали получать больше денег. Вот, и вот это такое открытие границ, немножко оно раздвинуло рынок. Поднялись зарплаты, и сейчас на продажах, ну, достаточно хорошо можно зарабатывать. Вот, и продавать там в любую, фактически, страну мира, и при этом, как бы, неплохо зарабатывать, сидя дома у себя на диване, либо там попивая где-нибудь мохито на пляже в Мексике. Вот, у меня есть знакомые, которые так и продают себя где-нибудь на курортах, вот, и общаюсь с заказчиками по всяким там Тимсам и прочим скайпам. Вот, в принципе, что хотелось бы подчеркнуть. Ваша первая работа в Канаде вполне может быть связана с продажами. С продажами чего угодно, будь то IT-оборудование, либо сервисы, будь то какие-то строительные услуги, будь то вообще любые сервисы и продажи чего угодно. Всегда есть вакансии, всегда есть текучка. Просто ищите вакансию, которая называется Аккаунт Менеджер или Бизнес Девелопинг Менеджер. Вот, для того, чтобы начать в продажах, не нужно там иметь горы опыта. Можно буквально иметь там минимальный начальный опыт. Главное в этом все-таки подтянуть английский. Вот, тем выше ваш потом будет уровень английского со временем, и больше уже будет местного канадского опыта, тем более вы сможете продвинуться именно в вашей карьере в продажах. Продвигаться, в принципе, есть куда. То есть можно начать с обычного Аккаунт Менеджера, потом на Бизнес Девелопинг Менеджер перейти, потом можно стать Аккаунт Экзекьютив, в том ключе, который работает с крупными клиентами. Вот, потом можно стать начальником отдела продаж, потом можно стать начальником департаментов продаж в крупных компаниях, потом можно стать каким-нибудь вице-президентом по продаже. Ну, то есть всегда есть куда двигаться в продажах. Единственное, что это достаточно стрессовая работа, которая не даст вам соскучиться. Но, тем не менее, все, кто захочет, в принципе, легко может себе найти вакансию именно в продаже. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова